Тихо ушел Родион Газманов. Родион Газманов рассказал о планах завершить карьеру из-за политической деятельности. Родион Газманов не планирует завершать свою творческую карьеру из-за политической деятельности. Певец официально подтвердил это в последнем интервью. Сын Олега Газманов уверен, что новая деятельность никак не помешает его творчеству. Творческую деятельность, конечно же, не прекращаю, несмотря на огромное количество общественных мероприятий. И время, и вдохновение для новых песен есть. Более того, сил хватает на запись нового альбома, поделился Газманов. Премьера новой пластинки звезды намечена на сентябрь текущего года. Отметим, что на днях в СМИ появились неожиданные новости. Младший сын Олега Газманова, национального патриота страны, принял решение отказаться от своей фамилии. Филипп, 26-летний наследник, предпринял этот шаг якобы, чтобы спасти свой бизнес от санкций. Однако в сети возникли подозрения, что в этом решении могут быть иные, более веские причины, побудившие его стать муравьевым. Возможно, в семье Газмановых возник серьезный конфликт. Интересующиеся причиной поступка обратились к его брату Родиону Газманову, который недавно присутствовал на премьере фильма «Золотой у Мальты». Старший наследник народного артиста явно рассердился, услышав от журналиста вопроса об этой громкой новости. Интересно, что он не опроверг информацию о том, что число Газмановых в семье уменьшилось. В то же время он разозлился и назвал публичный интерес к этому вопрос грязным и пошлым. И неувязычко он отказался комментировать ситуацию, перекинув всю ответственность на Филиппа, потому что тот сам объясняет свои поступки. «Да даже если я это знаю, я не буду этим с вами делиться, потому что есть человек, который этот поступок совершил, и вам нужно ему задать этот вопрос, а не мне», — выпалил взбешенный Родион. Члены семьи Газмановых, включая самого Олега Михайловича, пока не придумали, как отвечать на каверзные вопросы, которые задают им представители прессы. Обычно в таких случаях родным знаменитостей полезно иметь заранее подготовленные фразы, которыми можно отбиться. Однако исполнитель пока предпочитает воздерживаться от комментариев на тему личной жизни Филиппа. Отметим, что Газманов Родион Олегович, эстрадный певец, телеведущий, предприниматель, стал знаменит после исполнения песен «Люси», «Танцуй пока молодой», «Без козырка», «В детстве все бывает», «Маугли» и «Карапузы». Родион родился 3 июля 1981 года в городе Калининград. Мальчик появился в семье эстрадного певца Олега Михайловича и преподавателя Ирины Павловны. В возрасте 5 лет его отдали в музыкальную школу по классу фортепиано. Через год вместе с родителями переехал в Москву. Первая песня, которую спел на сцене, была песня «Ямайка». Когда у отца Олега Газманова пропал голос, он сделал ставку на сына. В конце 1987 года сумел продвинуть музыкальный видеоклип на песню про дворовую собаку по кличке Люси в исполнении Родиона в список композиций для передачи «Утренняя почта». Им повезло. Один из выпусков передачи вела Алла Пугачева, который поставил в эфир клип «Люси» с Родионом Газмановым. В клипе снимался черный резиншнаусер по кличке Корби, собака Газмановых. Песня Люси и Родион стали знаменитыми. Первая пластинка вышла тиражом 50 миллионов экземпляров. Сам исполнитель получил 150 рублей, и родители купили ему свадости и игрушки. С одной песней Люси вместе с отцом собирал стадионы. В 13 лет у Родиона начал ломаться голос, и пение на время пришлось прекратить. А когда голос все же вернулся, 18-летний возраст не позволял уже петь про пропавших собак, трубочистов и прочих героев детских фантазий. С 1988 года на протяжении 8 лет проходил обучение в московской школе номер 204 в экспериментальном классе. Потом учился в московской средней школе номер 28 с углубленным изучением английского языка. В возрасте 16 лет Родион уехал учиться в Великобританию, где провел 2 года. При школе имелся музыкальный ансамбль, где музыка вернулась к парню как хобби. Вместе с друзьями играли песни тех групп, которые были на слуху тогда и намного раньше Beatles, Stevie Wonder, Pink Floyd, Sting, Nirvana, Offspring и Iris Smith. Вернувшись в Россию, Родион поступил в финансовую академию при правительстве Российской Федерации. Там его группа ДНК появляется в своем самом-самом первом составе. В финансовой академии выступал на студенческих вечеринках и открытых мероприятиях. Там же впервые звучит первая собственная композиция Родиона «Зачем?». Постепенно музыкантов студентов в группе замечают музыканты-профессионалы, и коллектив начинает выступать в клубах. Первый большой сольный концерт состоялся в 2003 году в Доме культуры Санкт-Петербурга. Окончив финансовую академию, в 2003 году Родион успешно работал в должности финансового аналитика в крупной торговой сети «Детский мир». Затем являлся руководителем проектов ряде строительных компаний, позже обратил свои интересы в сферу нанотехнологии и открыл новые возможности для сельского хозяйства в России. Родион продвигал стимулятор роста растений «Наногро», основанный на нанотехнологиях, которые повышают урожайность на 30%. Все это время профессиональные достижения успешно переплетались с творческой деятельностью. В середине 2012 года Газманов ушел из бизнеса для того, чтобы заниматься исключительно музыкой. Свой первый сольный альбом «Противофазы» выпустил 28 мая 2013 года. В 2015 году Родион принял участие во втором сезоне телешоу «Перевоплощенный точь-в-точь». В том же году прошел слепое прослушивание в четвертом сезоне телепроекта «Голос» на Первом канале и попал в команду Григория Липса. Первый сольный концерт Родиона Газманова в Кремле состоялся 6 марта 2017 года. Через два месяца оказался гостем программы Татьяны Устиновой «Мой герой» на телеканале «ТВ-Центр». Тогда же принимал участие в деятельности благотворительного фонда «Старость в радость». За проведенные концерты в Сирийской Республике Министерством обороны России 2 апреля 2018 года Родион Газманов награжден медалью участнику военной операции. С 3 сентября 2018 года по июнь 2019 года вместе с Ириной Пудовой вел программу «Сегодня день начинается» на Первом канале. С 10 февраля 2019 года Родион Олегович принял участие в проекте Первого канала «Главная роль». Первый канал в июне 2020 года начал съемки пятого сезона популярного музыкального шоу «Три аккорда». В программе заявлены следующие звезды певец Родион Газманов, шоумен и певец Сергей Минаев, солистка группы «Город 312». Певец Леонид Серебренников, бывшая участница коллектива «Виагра» Альбина Джанабаева, актриса Нона Гришаева, актер Сергей Маховиков, певица Нина Шацкая, актер Александр Рецко и актриса Ирина Медведева. Отметим, что Родион Газманов не женат и детей у него нет. О своих предпочтениях Родион говорил «Точно не стал бы встречаться с крокодилом из-за его душевных качеств. Мог бы дружить, но не спать. Моя женщина должна быть красивой и притягивать взгляд». Одно время состоял в отношениях с девушкой по имени Анжелика. В ряде интервью говорил о ней как о невесте, но до свадьбы дело так и не дошло. Позже у него были отношения с Дианой, ходили слухи, что она младше него, но потом выяснилось, что Диане 23 года, Родиону на тот момент был 31 год, но и эти отношения быстро сошли на нет. В 2013 году Родион искал невесту на шоу «Давай поженимся», «я ищу для себя воспитанную и образованную девушку, которая не станет меня рассматривать как своего спонсора», заявлял он. В итоге Родион покинул программу, так и не выбрав ни одну из предложенных кандидатур. Из-за того, что Родион не женат и не имеет детей в СМИ, и в интернете иногда появляются слухи о его нетрадиционной ориентации, тогда как романы артиста нередко рассматриваются в качестве пиар-ходов, но достоверных подтверждений этим слухам все же нет. Однако, самые серьезные отношения в жизни исполнителя сложились с девушкой по имени Анжелика. Они познакомились в компании общих друзей. Интересно, что красавица-блондинка сначала даже представить не могла, что ее новый знакомый – популярный певец. Анжелика общалась с Родионом, как с обычным парнем, что позволило ей вести себя с ним. Совершенно свободно и раскованно девушка во время первой беседы смогла погореть Газманова. Правда, телефонами молодые люди так и не обменялись, о чем Родион пожалел уже на следующий день. Вскоре после вечеринки певец начал скучать по новой знакомой. Газманову пришлось немало потрудиться, чтобы отыскать телефон Анжелики. Как только заветный номер оказался в распоряжении Родиона, он сразу же позвонил девушке и пригласил ее на свидание. После первой совместной прогулки молодые люди начали встречаться, их отношения были долгими и серьезными. Уже через несколько месяцев Родион решил познакомить избранницу с родителями. Первая встреча Анжелики была с мамой певца-женщине. Совершенно не понравилась избранница сына, о чем она ему сразу сказала. Позже молодой человек признавался журналистам, что такая ситуация повторялась не раз. Одним словом, мать легко могла убить всю его симпатию к какой-то девушке. До сих пор ее мнение имеет большое значение для Родиона. Он отмечает, что однажды мама полностью одобрит представленную ей невестку, и уже тогда состоится пышная и красивая свадьба. После первой неудачи парень все же не отпустил руки и решил познакомить Анжелику со своим звездным отцом. Ну и Олегу совершенно не понравилась эта улыбчивая блондинка. Газманов-старший не был столь категоричен, как его бывшая супруга, но он тоже посоветовал сыну не торопиться со свадьбой. Такой вердикт родителей сильно расстроил Родиона. После неудачного знакомства с семьей отношения возлюбленных начали резко портиться. Молодой человек стал более критично относиться к своей избраннице. В итоге они приняли решение расставания. Интересно, что Родиона и Анжелика смогли сохранить теплые дружеские отношения по сей день. Девушка вскоре после разрыва с популярным певцом вышла замуж за нового возлюбленного. Когда в семье появился сын Юра, его отцом пригласили быть именно Газманова. После расставания с Анжеликой у Родиона было еще несколько неудачных романов. Чтобы прекратить их бесконечный поток, молодой человек решил прислушаться к родителям и выбрать для себя девушку строго по их критериям. Например, певец стал обращать внимание на возраст избранницы. Звездный отец всегда говорил, что идеальной супругой его сына станет девушка примерно на 15 лет старше. По совету Олега, Родион начал встречаться с юной барышней, но его роман с брюнеткой далекой от шоу-бизнеса продлился недолго. Отношения не выдержали осуждений со стороны журналистов и поклонников Газманова. Всего через пару месяцев пара распалась. Сегодня Родион продолжает оставаться завидным холостяком. Молодой человек находится в активном поиске возлюбленной и даже принимал участие в шоу «Давай поженимся», напомним. Но пока ему так и не удалось встретить ту самую девушку, с которой бы захотелось связать всю свою оставшуюся жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok